Всем привет! Вот такой вот у меня есть дендробиум варигатный. Купила я его в начале июня, но и все руки не доходили его пересадить. Вот такая была при нем бирочка, дендробиум кингьяну варигатный. Довольно-таки хороший кустик, красивые варигатные листочки. Был он в транспортировочном силиконовом вот таком стаканчике. Как оказалось, достала я его сейчас из этого стаканчика, и как оказалось, его корни были вот в этом мухе, уже под изложившимся мухе, и присыпанный корою. Вот так можно купить бомбу, как говорится. Я думала, что он посажен в коре, и особо не парилась, поливала его. Хорошо, что хоть проливом не замачивала его в этом мухе. Поэтому корешочки его, как ни странно, не совсем пропали. Вот этот вот, вот эти вот коричневые, коричневый такой веламен, он стал таким вот коричневым от того, что это уже, будем говорить, так старые корни, но они рабочие и живые. Что мы наблюдаем, у него есть рост молодых корней, вот эти воздушные корни были, вот тоже видно от влаги. Тут вот он уже подсыхает, пропадает. Так, значит, при тщательном осмотре, вот эти вот бульбочки на резоме, сейчас камеру поставлю, чтобы было мне удобнее вам показывать. Вот эти вот бульбочки на резоме, вот видите, они вот так вот крутятся, отстают, но резома тут соединена еще с основной массой. Вот, видите, что я сейчас делаю? Я хочу вот эти вот старые псевдобульбы обрезать и срезать вот эти две. Даже, наверное, они две, да, вот эти две. В общем, вот так вот обрезать ему резому, потому что, ну, вот это вот, у этой резомы все равно уже нет корней, не будем отбирать силы у этого дендрика. Поэтому я срежу резому. Ножницы, как всегда, не забываем дезинфицировать спиртом или обрабатывать огнем. Вот у меня получился кусочек старых псевдобульбочек, но они еще живые. Я положу их в мешочек с омхом и оставлю, а вдруг они еще пустят новые росты, кому-то из вас тоже захочется такой дендробиум. А вот эту вот оставшуюся часть я посажу. Срез, как всегда, я обрабатываю древесным углем, просто присыпаю и все. Никакими фунгицидами я замачивать не буду, растение абсолютно здоровое. От насекомых оно обрабатывалось один раз, доктором фоли просто обрызгалось по листу и все. Ну, я не вижу никаких повреждений, никаких укусов. Зачем лишний раз мучать растение? Ну, это лично мое мнение, что мне не нужно повторять. Каждый действует так, как он привык. Я стараюсь пользоваться меньше химическими препаратами. Не хочу особо мучить свои растюшечки. Горшочек я выбрала для него вот такой обычный старый глиняный горшок. Он же был когда-то в употреблении, не помню, что здесь сидело. Ну, горшок вот такой. На дно я положила керамзит, кусочек угля, грунт. Я подготовила вот такой вот. Здесь у меня маленькие кусочки я порезала пеностекла совсем чуть-чуть. Немножко мха. Потом что здесь? Кука-чипсы порезанные, мелкая кора. Обратно штыки уголь. И кусочки, небольшие вернее всего, комочки керамзита. Еще я принесла серамис. Я думаю, что корешочки я буду, по мере засыпания корней, я буду подсыпать немного серамиса. Дендробиумы, на мой взгляд, любят летом хороший обильный полив. Корешки не должны сохнуть. Ну, а зимой такие дендробиумы обычно отдыхают. Их не поливают, их только впрыскивают. Поэтому надо, чтобы какая-то влага все-таки в корнях оставалась. Но это лично мое мнение, поэтому я не утверждаю. Я так высаживаю свои дендробиумы. Ну что, приступим. Берем свой горшочек. Берем горшочек. Берем горшочек. Меряем по корневой системе. Он очень хорошо подходит. Вот корешочки хорошо разложились. Корни подгибать не нужно. Корни нужно вот так поставить орхидейку. И, ну, так чуть провернуть, чтобы корешочки расположились по стенке горшка, но были не в подогнутом виде. Просто как бы вот так вот вокруг горшка оплетали. Вот так вот я буду придерживать. Учитывая, что здесь я посмотрела, значит, направление роста идет в разные стороны, поэтому я его буду высаживать по центру горшка. Беру свой грунт и просто засыпаю корешочки. Немножечко потрясывая, потрясывая. Грунт должен быть для дендробиума, еще раз повторю, влагоемким. Вернее, задерживающим влагу, но в ту же... Ой, рассыпалась серамиц. Ну, и обязательно он должен хорошо проветриваться. Учитывая, что это горшок глиняный, он не обожженный, он будет лишнюю влагу впитывать в себя. Таким образом, вокруг корней будет всегда влажно и... влажная и лишняя влага не будет оставаться. Вот так он уже нормально стоит. Ни в коем случае не утрамбовываем, а просто вот так пристукиваем, чтобы грунт хорошо распределялся между корешочками. Можно палочкой помогать тебе, палочкой-держателем грунт распределять. Ну, я так привыкла, мне так удобно. Я так делаю. Я просто притрясываю, пристукиваю и распределяю таким образом грунт. Пока много времени не занимает. Вот так и серамиц подсыпаю, и грунт. Серамиц тоже хорошо впитывает влагу и держит в себе. Я люблю и кусочки уголечка с этой целью ложить. Уголь и дезинфицирует грунт, и в то же, в то же очередь, он задерживает влагу в себе. Таким образом, моя орхидейка будет находиться влажной. Вот такая вот у меня получилась посадочка. Немножко положу коры из той, в которой он был. Не знаю, может быть, это девочки при получении засыпали корой, или поставщик так поставил растение. Я, не знаю, утверждать не буду. Теперь у меня еще есть мох обычный, мох с фауном, собранный в карпатских лесах. Я просто потом покрою вверх горшочком мхом, чтобы меньше испарялась влага. И все, пусть растет моя растюшечка. Надеюсь, вырастить ее, зацвести и увидеть ее цветочки. Вот такая получилась у меня посадка. Посмотрим, правильно ли я посадила. Посмотрим осенью, сколько будет у него ростов и сколько будет корней. Все, друзья. Пока. До новых встреч.